В Центральной больнице Хасавюрта представители одной из компаний по производству медицинских приборов провели обучающий семинар для работников больницы. Тема конференции носила название «Правила забора крови. Преаналитический этап». Соответственно, специалист компании Людмила Розакулеева представила собравшимся новые приборы для забора крови и рассказала, в чем их преимущество, в частности, вакуумных пробирок. Почему система называется трехкомпонентной, коллеги? Потому что без трех предметов вы кровь не возьмете. Это пробирка, держатель и игла. Поэтому она называется трехкомпонентная. Самое удобное, самое лучшее, то, что здесь все пробирки, как я уже сказала, с антикоагулянтами, да? А белые, белые колечки – это пробирки малого педиатрического объема. То есть, это пробирка либо на один миллилитр, либо в данном случае на два. Видите, где? Мисочка, да. То есть, когда детки, когда у нас ослабленные пациенты, можно, да, когда очень просвет сосудов сужен, да, или обезвоживание, нам как-то надо взять вот этот ял. Кроме того, специалист особо подчеркнул, что при заборе крови очень важно соблюдать поэтапные правила проводимой процедуры, учитывая возраст пациента, даже физиологические особенности и время забора крови. Поскольку в каждом случае нормативные показатели бывают различными. Также было обозначено, что манипуляции по стерилизации необходимо проводить не раньше того момента, когда пациент подойдет на процедуру. Все манипуляции, которые связаны со стерильностью, вы должны производить в присутствии пациента. Готовить салфетки, там или что, вы, спиртовые шарики у вас? Что вы работаете? Шарики, да? А? Шарики. Да, да, да. То есть, все, что ты шарики достал. Как обозначили инициаторы, обучающие семинары в разных регионах и городах страны проводятся регулярно. В частности, в Хасавюрте это первая конференция. Цель проводимого мероприятия – осведомление медицинских работников. В частности, специалистов, занимающихся лабораторными исследованиями. О степени и возможности приспособлений по забору анализов. Бика Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа Пульс.